Выход в люди Если вам подарят, будете читать? Вы знаете, читать себя это постыдный грех То есть GQ не читаете? Нет, я читаю у умерших в основном авторов Ну, чтобы не было соблазна Чтобы уж если ты им подражал, они бы ничего не могли бы тебе сказать Но понимаете, плагиат это невольная вещь Только что мы обсуждали с другим писателем С другим писателем С Сергеем Шаргуновым Что иногда пишешь, как бы думаешь, что кому-то подражаешь А другие читают и не видят этого подражания совершенно У меня такой вот был первый опыт, когда я, по-моему, написал первый хороший текст Я его написал в подражании такой прекрасной журналистки Мне было 18 лет или 17 Мы работали в журнале «Домовой» с ней Ее звали Юлия Поспелова Сел и написал, вот как она начинает Как она продолжает, как она заканчивает Прямо вот ровно как она И принес своему редактору Сережу Николаевичу Говорю, вот Сереж, написал, извините Он прочитал, говорит Да ты умеешь писать, давай нам вот еще пиши в следующий номер Я говорю, ну это же как Юля Он говорит, почему, какая Юля Ну и потом я понял, что можно подражать И никто ничего нифига не поймет С тех пор я только так и делаю Сергей, здравствуйте А вы сами GQ читаете? Обязательно Постоянно читаю множество текстов в самом GQ Ну, больше всего люблю, конечно, колонки Лимонов хороший Быков хороший Ну и остальные тоже неплохие Ну и, конечно, вот эта серия интервью Не всегда Может быть, с симпатичными мне персонажами С не всегда симпатичными мне вопросами Тем не менее, никогда не оставляет равнодушным Ксения, вот у вас лично Какое любимое интервью, которое вы сделали с Ксенией Собчак? С Иваном Дыховичным С Кадыровым Фантастическое интервью, конечно Я считаю, что войдет в анналы Вот сегодня, например, брали интервью с человеком, которого мы сочли С Ксенией Обе просто идеальным мужчиной Да Мужчина действительно идеальный, гениальный Ну, на инвалидной колеске Но очень классно Ну, я очень люблю наше интервью с Саакашвили, с Кадыровым С Батуриным очень смешное интервью было Вот, наверное, это самое удачное А самое трудное, которое трудно давалось в общении, я имею в виду С Ваней Демидовым, наверное Николай, здравствуйте Скажите, а вот этот проект, который вы затеяли с Пятитомником Он был какой-то аналогичный в американском ЖК Или это такая русская инициатива? Нет, это абсолютно русская инициатива Это очень необычный, интересный, как мне кажется, очень разнообразный материал Который просто просился иметь на одной полке И том, практика хорошей жизни, и законы мужской природы И истории приключений, и герои нашего времени, и словарь мужского стиля По-моему, очень полезный, и интересный не только мужчинам А ваши редакционные статьи вошли в Пятитомник? Нет, мне такая идея не пришла в голову Хотя я подумаю, почему бы нет Может быть, я сделаю это, но в менее помпесном варианте А ваши вошли статьи в книгу? Я не знаю, мне обещали, что да, но я еще не видел Сейчас спросим, вошли? Да, разумеется Пятитомник GQ с сегодняшнего дня можно купить в магазине Озон По цене 2900 рублей за все издание Ну а в программе «Выход в люди» в ближайшее время Увидите Кинзо Токада собственной персоной Который приезжает в Москву и попадет в объектив моей камеры Выход в люди